Всем привет, с вами Маша и наша традиционная рубрика по самозамесу. Сегодня мы замешаем клон одной из самых популярных жидкостей, а именно Скиллс Строубриал. В свое время эта жидкость была одной из моих самых первых и любимых, и я покупала ее в таком количестве, что парить могу только сейчас, по прошествии нескольких лет. Потому что как ни крути, а даже самая вкусная жидкость при ее чрезмерном употреблении рано или поздно вам надоест. А теперь самое время прочитать гениальное описание, которое я нашла на нашем сайте. И если у вас будет время, то обязательно почитайте и другие описания, и они обязательно поднимут вам настроение. Каждый из нас требует утром нежности матушки и завтрака из фруктовых хлопьев, особенно после возвращения секретного ночного концерта Ласкао Мая. И ясное дело, каждый из нас ищет свою настоящую любовь в нежнейшем клубничном йогурте. Но давным-давно меня убедили, что раз на упаковке оригинала краб, значит и во вкусе я буду чувствовать тоже краба. И знаете, я его чувствовала. И при этом мне эта жидкость все равно нравилась. Ну что ж, давайте не будем затягивать и думать о крабах, и приступим прямиком к замесу. Первым я добавляю чизкейк Грег Холл Краст в пропорции 3% или 0,9 мл, или 30 капель. Затем доливаю 3% ароматизатора Fruit Circles, что также будет равняться 0,9 мл, или 30 капель. Ну и последний ароматизатор это Strawberry Ripe. Его потребуется 4,3% или 1,3 мл, или же 43 капли. Затем приливаем 19,7% или 5,9 мл пропиленгликоля, чтобы содержание по ГВГ было, как и у оригинала, 30 на 70. Так, стоп. Прерву Машу. В комментариях многие просят делать жидкости с никотином, но Маша в основном парит нулевки. Но наконец-то у нас появилась штука, с помощью которой без проблем вы можете добавить никотин в жидкость. Встречайте, Ника Дропс. Это капсулы с никотином, причем есть как для любителей покрепче, так и для любителей помягче. Например, я хочу превратить мой 30-мл пузырик из нулевки в полторашку. Для этого беру Ника Дропс 30 мг на мл и добавляю один бустер, как написано на упаковке. Но делать все надо аккуратно и по инструкции. Для начала надеваем перчатки, которые идут в комплекте. Откручиваем крышку, заливаем, закручиваем крышку обратно и выбрасываем. А пузырек с жидкостью хорошенько закрываем, трясем и даем настояться ему 24 часа. Но если вам нужна точность в расчетах, как у Маши, то вычасти 1,5 мл из количества пропилингликоля и тогда все будет четенько. Надеюсь, информация была полезной. Увидимся! Ну и последним компонентом по традиции будет глицерин, которого нам потребуется 70% или 21 мл. Теперь самое время хорошенько потрясти жидкость и отправить ее в настой хотя бы на 2 недели. На запах, что новое, что из настоя почти не различаются. И самое главное, они пахнут точь в точь, как оригинал. Ну а теперь настало время пробовать на вкус. И с вашего позволения я попробую только жидкость, которая была в настое. Вкус очень приятный, очень необычный и немножечко клубничный. Правда, краба там нет. И по сравнению с оригиналом вкус хоть и менее яркий, но более сливочный. Сходство с оригиналом по запаху все 10 из 10, а вот по вкусу крепкая восьмерочка. И в принципе жидкость весьма и весьма неплохая. Ну а на этом все. Ссылку на все эти компоненты я оставлю в описании. А также вы можете купить их лично в наших розничных магазинах. А проверить наличие товара в интересующем вас магазине вы можете на его странице на сайте. Ну а теперь самое время поставить краба, то есть лайк и подписаться на наш канал. Ну а с вами была Маша. Клац, клац. Субтитры сделал DimaTorzok